Второй вопрос, шейх. Очень часто задают вопрос о поражении мужчины или женщины таким видом колдовства, как приворот и отворот. Какова опасность этого вида колдовства, и как человек должен оберегать свою семью, если их постигло колдовство или сглаз? Существует два варианта. Первый – до того, как произошла эта проблема. То есть до того, как человека постигнет колдовство, и он заболеет по причине этого колдовства. Второй – после поражения человека колдовством. Итак, если я полагаю, что мне угрожает колдовство, исходящее от какого-то человека, то мне необходимо защитить себя. Я должен позаботиться о том, чтобы совершать обязательные молитвы в джамаате, особенно утреннюю и ночную молитву, чтобы находиться под защитой Аллаха. Я должен максимально не быть небрежным в этом, потому что иногда я могу совершить зухр, аль-аср и аль-магреб молитвы где-то в дороге, когда я делаю покупки, или нахожусь на работе, или в любом другом месте. Однако, что касается утренней и ночной молитв, то их я обязательно должен совершать в джамаате. Это во-первых. Во-вторых, я должен максимально стараться совершать утренние и вечерние поминания Аллаха. В-третьих, необходимо, чтобы я выделял определенное ежедневное время для чтения Корана. Также, по возможности, я должен завтракать с семью финиками натощак. Если получится, то это должен быть мединский сорт Аджуа, а если не получится, то любыми другими мединскими финиками. А если и это не получится, то тогда любыми финиками. Все это, упомянутое мной, нуждается в уповании на Аллаха. Также, я должен стараться по максимуму просить у Аллаха стойкости и укрепиться в этом своем состоянии, пока проблема не закончится. Все это нужно делать до того, как человека поразит колдовство. Однако, если Аллах предопределит, и меня поражает колдовство... Мы упоминали на вчерашнем уроке, что колдовство не происходит, пока Аллах не позволит ему произойти. Если Аллах, субхану таааля, не позволит колдовству осуществиться, то оно не подействует на человека. Поэтому Всевышний Аллах говорит, они никому не могли причинить вред без соизволения Аллаха. Если меня постигло что-то из колдовства, то, во-первых, я должен максимально постараться получить точный, правильный диагноз. Потому что это сбережет много моих сил физических и моральных, а также стараний, времени и материальных расходов. Второй мой шаг — я должен искать дозволенные способы, которые не содержат в себе греха или сомнения, и попытаться излечиться при помощи них. Потому что Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «О рабы Аллаха». То есть, он обращается ко всему человечеству. Потому что он сказал «О рабы Аллаха». Он не сказал, например, «О мусульмане» или «О верующие». Итак, он, саллиллаху алейхи вассалям, сказал «О рабы Аллаха, лечитесь дозволенным, так как Аллах не поместил ваше исцеление в запретном». Тут этот момент делится на две части. Первая часть касается дозволенности самих веществ. Например, я использую некоторые лекарства, которые являются дозволенными и разрешенными по шариату. Вторая часть касается средств, которые я расходую на это лечение. Эти средства должны быть дозволенными и не должны быть запретными. Так как некоторые люди берут деньги в кредит для того, чтобы оплатить ими лечение. Другие же люди знают, что определенные деньги являются украденными или отобранными. Но все равно оплачивают ими свое лечение. Также есть люди, которые идут к тем, кто занимается лечением и не отдают им то, что они заслужили. Итак, мы имеем следующее. Дозволенное при получении лечения делится на две части. Первая часть касается дозволенности самих веществ, которые используются. Вторая часть касается дозволенности того, посредством чего я получаю лечение. Необходимо, чтобы оба эти условия были соблюдены. Аллах Всевышний более знающий. Да каждого мало свое благодеяние, шейх. Субтитры создавал DimaTorzok